друзья вы посмотрите сегодня через какую локацию лежит мой путь такая горная избушка стоит на хребте горном вот эта красота конечно сейчас мне предстоит перейти вот этот горный ручей можно даже назвать ее рекой огромные такие валуны посмотрите это просто не передать словами мощь с этой воды оба приходится перелазить и перепрыгивать так а дальше мне не перейти дальше мне не перейти только прыгать так мы будем пробовать прыгать туда надеюсь получится перейти у меня получилось все отлично без происшествий вот такой живописный каньон друзья всех приветствую вы на канале поиск монет и кладов сегодня в очередной раз я нахожусь в деревне 18 века которая была образована в 1740 годах так вот сегодня я вам покажу что от деревни осталось как выглядит в современное время деревня 18 века но и самое главное друзья мы посмотрим все что скрыто под землей как мы знаем архитектурных каких-то сооружений и домов остается все меньше и меньше а в некоторых местах которым я сегодня нахожусь не сохранилось практически ничего и свидетельствует о том что здесь что-то было только лишь находки которые хранятся в земле сегодня мы походим по этому удивительному интересному месту посмотрим как выглядит деревня 18 века и посмотрим все что скрыто под землей при помощи металлоискателя усаживайтесь дорогие друзья поудобней друзья рекомендую проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда мити огромный ассортимент фирменная продукция официальная гарантия кроме того есть розничный магазин в городе подольске за годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей я и сам являюсь клиентом этого магазина кроме того для поисковых отрядов действуют особые условия при покупке металлоискателя назовите промокод поискладов и вы получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя ссылку на магазин друзья оставлю в описании под этим роликом переходить и заказывайте обнаружил дорогие друзья сейчас очень хороший сигнал с высоким пиком то есть спектр очень высокий пик такой длинный 84 показания ну и друзья такой если не копать это я не знаю 84 это обычно либо от самовара какая-нибудь деталь массивная либо еще что-нибудь здесь корни нафиг в корнях копаю сигналчик вроде выкопал то есть стабильно 82 84 показания на приборе находочка судя по всему это так скорее всего екатерининский крупняк или двояк павловский или двояк павловский вот это лесок ну правда я уже часа полтора хожу вообще пустой абсолютно но нет это не екатерининский и не двояк тоже павловский потому что гурт не шнуровидный но монета крупная давайте смотреть будем что это у нас такое без опознавательных знаков каких-либо и судя по всему это у нас так что-то просматривается это у нас три копейки серебром ну слушайте это тоже очень довольно таки не распространенная монета так где у меня вода надо помыть ее просматривается три копейки серебром сейчас помоем оказалось бы 39 вообще была редкая монета тогда уже проявляется отчетливо так уже не тридцать девятый год это судя по всему сорок шестой год или сорок пятый похоже очень 46 сузунский монетный двор на монета крупно как ее не нашли то здесь очень странно здесь ямки встречаются кто-то был может быть не нашли или пропустили оказалось это у нас три копейки 1846 года сузунского монетного двора периода правления николая 1 очень крупная монета есть редкие года 39 например и по этой монете друзья можно судить о том что видите не только какие-то сооружения сохраняются да и рассказывают историю но и рассказывают такие казалось бы небольшие предметы как монеты какие-то крестики предметы обихода они рассказывают об истории этого места по этой монете можно много судить информации много рассказать и друзья под землей хранится не меньше интересностей которые могут поведать нам тайны не только какие-то архитектурные сооружения вот такие вот здесь горные пейзажи огромный кедр сваленный в этом году кстати урожай шишек наверх уж как видно я сейчас покажу где находится поселок сейчас он уже не действующий уже остались лишь развалины только на фоне лошади такие и развалины старого поселка вот они такая локация интересная красивейшие виды просто умопомрачительные не вот здесь вот люди когда-то вели свою деятельность очередной друзья сигнал 72 77 49 в общем положительный сигнал который надо копать здесь недалеко от выхода из леса из этого обнаружил ох ты земля конечно здесь очень 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 твердая верховой был скорее всего это мусор у нас был наверно так лучше так не делать можно чем повредить находку например это здесь что-то здесь давайте смотреть будем сигнал очка это нестабильный ну это совсем уже глубина смотрите сантиметров 8 метров 8 ну и чё здесь было чё здесь было то где-то здесь пиликает так чё-то у нас совсем тут верховое судя по всему наверное пробка какая-нибудь или проволока ну что-то друзья обнаружили что-то здесь обнаружили но явно уже это не крупная находка может быть капсуль от патрона так а вот это что друзья уже вижу пуговицы что ли или чё это такое это у нас какая-то деталь интересно а плавыш какой-то медный хотя надпись на это заготовка от кольца друзья копейка внутри надпись копейка прикол видимо здесь кольцо делали ладно берем что тоже находочка правда потребовалось мне полчаса чтобы найти это ну ладно обалденно на берегу вот такой живописной красивой горной реки обнаружил еще признаки жизни людей что здесь они находились это вот такая вот кастрюля сковорода алюминиевая пока больше признаков никаких не вижу мы будем искать продолжаем дальше наше путешествие хожу исследую здесь фундаменты первые признаки нахождения людей посмотрите вот такие старые чашки правда клейма никакого нет стекла битой керамики старинно не вижу на более позднее время когда уже глиняных горшков было практически не было точнее ухты смородина красная смородина красная смородина здесь какие-то предметы лежат такие вот здесь виды красиво уже практически выходил из леса где когда-то стояла деревня то есть тут полностью изучил этот край но опять же один фундамент максимум два я здесь прошел много травы мешает это все ну и все-таки этот лес эта деревня меня не отпускает обнаружил сейчас монету еще одну сигнал хороший был где-то здесь так это что у нас корни какие-то так вот она вот она друзья монета при том что посмотрите на какой глубине было сантиметров пять максимум давайте запечатлением этот момент поднятия находки в истории оставим цифровой след так сказать большая тайна ваши ставки господа что у нас за монета будет так а мои ставки что это копейка какой год копейки тысяча восемьсот десять нет какой десятый то десятый не может быть 910 а 912 год 912 год копейка хорошо сходи ну в принципе здесь в лесу то чай и будет находка шикарно санкт-петербургский монетный двор он такие вот находочки у нас нашел вот такие вот старинные фундаменты развалины старых домов поселок был здесь лошадки пасутся у нас таких красивых локациях красотень просто душа радуется и поет в таких местах нашел здесь вот такие вот бревна раскиданы колышки всякие убитые видимо кто-то что-то здесь делал более современная уже лестница такая лежит пейзажи конечно как с картины вот это долина здесь смотрите какая красота вот Продолжение следует... Сегодня, дорогие друзья, показал вам, как выглядит деревня 18-го или 19-го века. Можно сделать вывод, что все эти деревни практически находятся в упадке, большая часть, к сожалению, и много очень домов уже отсутствует, и все заросло лесом. Однако мы знаем, что под землей хранится еще немало находок, которые свидетельствуют о том, что здесь когда-то жили люди. Сегодня я вам показал, как выглядят дома, что я сегодня нашел с металлоискателем здесь, на этих бывших деревнях. И обязательно, друзья, оставайтесь на канале. Посмотрите мои предыдущие серии, где не менее интересные экспедиции, классные находки и красивая природа. Ставьте лайки, пишите комментарии, ну и подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok